Битума не хватает, а цена на дизельное топливо в стране резко подскочила. Проблемные вопросы в регионе обсудили на совещании в областной палате предпринимателей. Все подробности далее. Дизельное топливо в регионе – товар дефицитный. Скачок цен объясняется именно этим. А вот чем объяснить нехватку самого топлива? Заместитель главы области Тимирхан Мендагалиев отмечает, что увеличением транспортного потока на международных трассах. Выявляется, что больше 70% дизельного топлива разбирается. Это транзитным транспортом в форуме, который проезжает сквозь нашу республику, перевозит грузы в третьи страны. И понимаем, что имея такую большую разницу стоимости ГСМ почти в 100 тенге СССР, каждая машина, выезжающая за пределы республики, пытается вывезти по максимальному большему количеству топлива. Заезжая наоборот в границы нашей республики, приезжая с пустыми баками, заправляясь и переезжая по нашей территории. Возмутился на заседании депутата областного Маслихата. Он считает, что в первую очередь заправки должны удовлетворять потребности жителей, а уже потом думать о том, как бы набить карман. По мнению народного избранника, необходимо устанавливать ограничения. Что мешает этим компаниям, АЗСам поставить 300 литров баха, больше не давать? Она так и будет. Сейчас получается ажиотаж вообще жесткий идет. Почему за два дня на сотенге цена поднялась? Вот этот вопрос меня очень больный. Я там как сам транспортник, поэтому они все лето, круглый год транспорт проходят, они это забирают. Это надо вообще забыть. Мы не имеем права им запретить. Она международная трасса. Это вам хорошо. Вы больше реализуете, значит, больше привозите сюда дизельный топлив. Нет, нет. Почему? У Атрава тоже Астраханский переход есть. Здесь у них Актюбинский тоже переход есть. Но у них цена стоит в 208 тенге. В свою очередь представители соответствующего ведомства утверждают, что в дефиците дистоплива виноваты не мелкие реализаторы. Ситуация с нехваткой наблюдается, к слову, не только в нашем регионе, а в целом по стране. На сегодня дефицит создают не местные родичные реализаторы, а в связи с сокращением поставок. По вопросу сокращения поставок, какие объемы, необходимо вопрос отрабатывать с министерством. По этому вопросу я уже докладывался на той неделе, Акимов власти. Поэтому я думаю, что местные исполнительные органы выходят уже в министерство энергетики. Мы направили запросы. Действительно, по ответам подтвердилось, что у них содиарка осталась на 3-10 дней по обязательствам. Некоторые из наших субъектов Урал-Занойл начали закупать уже Российской Федерации. Цена Актюбинский уже здесь реализации – 230 тенге с НДС. По итогам совещания был принят специальный протокол. Областному управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручено проработать вопрос дефицита дистоплива. А Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог нужно внести предложение по решению проблемы с нехваткой битума в регионе и определить необходимый объем. Алексей Кочемасов, Айгуль Лагашкина, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.